Около 150 нелегальных мигрантов выявили в Дагестане. Оперативники проверили пять адресов и лишь у единицы нашли разрешение на работу. Среди них работники теплиц, строители, а также официанты с поварами. Подробнее в сюжете Пасимат Ханаповой. На одной из строительных объектов Хасавюрта все спокойно. До тех пор, пока рабочий день не прерывают сотрудники миграционной службы. Их цель – проверить законность и пребывание иностранцев на территории России. Здесь выявили около 20 граждан Азербайджана. Лишь у единицы имелись разрешения на работу. Они по одному приглашению заезжают в одну субъект, в Москву заехали. А потом они растворяются по всей России, их годами ищут. Поэтому в Дагестане созданы самые лучшие условия России. Экзамен за один день сертификат дают. Цена намного ниже – 2 900. Медицинские справки, которые недельными бегали эти мигранты, получают за один день. Все условия созданы. И никто никого не ущемляет. Строительные объекты, пункты общественного питания и рынки остаются по-прежнему самыми распространенными местами для работы иностранных граждан. Так, в тепличных хозяйствах Нагайского района работали 88 человек из Узбекистана и около 40 из Китая. В Дагестане как оказались вообще? Я 6 лет назад приехал. Куда? В Дагестан? Да. 6 лет назад. С вами кто? Сколько человек еще работал? 80 в Узбеках. Ага. В Абаден. И? И немножко китайцы есть. Сколько было китайцев? Так, 40 человек летит. Здесь овощи 40. 40. Нет, все вы из Китая вместе приехали, да? Нет, нет. Вместе с вами сколько человек приехало? 5. 5 человек, да? Да. А они откуда все? В Нагайский. В местах не одинаково, где-то покидали. Реты также проводились и в других городах и районах Дагестана. В общей сложности составлено более 150 административных протоколов. Незаконным мигрантам грозит выдворение и запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет. Патимат Ханнабова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Новости 24.